Приветствую вас. Какого-то единообразного решения и варианта здесь нет, потому что у каждого человека процесс принятия и поиска себя происходит индивидуально, соответственно, нельзя говорить о том, что есть какое-то уникальное решение для того, чтобы данная проблема исчезла. Но, безусловно, есть некоторые моменты. В первую очередь, что важно, понимать, так это то, что отсутствие любви к любви, то есть отсутствие принятия себя напрямую влияет на то, что человек не может реализоваться, потому что если себя не принимают, то, соответственно, реализоваться я, в общем-то, тоже не могу. Потому что, чтобы реализоваться, мне нужно принимать свои желания, мне нужно воспринимать свои чувства, да, и так далее. Вот, если я этого не делаю, то, соответственно, если я этого не делаю, то я, как бы, не могу рассчитывать на реализацию себя, своих, да, своих, своих, ну, вот, каких-то потребностей, да, своих, на реализацию своих целей не могу рассчитывать. Вот, это важно понимать. Так что, вначале, вот, что важно, да, вначале, важно посмотреть на то, что мешает вам себя принять, да, то, что, вот, не позволяет вам видеть себя такой, какая вот вы есть, а дальше уже можно будет смотреть, разбираться, разбираться, например, причины этого, вот, рассматривать причины. Причины того, что вам не позволяет себя принять, вот, что вам не дает себя принять. И, в общем и целом, в дальнейшем уже можно будет говорить о каких-то изменениях, изменениях, в сторону, значит, своего поведения для того, чтобы, ну, для того, чтобы лучше раскрывать себя, лучше раскрывать свои, 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 потенциальные возможности, свои способности, да, вот. То есть, ну, как бы в этом, в этом как бы направлении двигаться, да. Вот. Ну вот, примерно, примерно, повторюсь, в таком вот ключе, да, можно вам порекомендовать работать. Одно без другого все равно не будет действовать, условно говоря. Одно без другого все равно не получится реализовать, потому что это, ну вот, такая взаимозависимая история. К сожалению или к счастью, я уж этого вам не подскажу. Вот. Дальше. Следующий момент. Мне 30 лет четкого понимания, нет такого причинения. Ну, здесь не столько четкое понимание нужно, сколько, сколько, скорее, вот именно чувствование. 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 Чувствование того, что вам важно. Вот. И как-то вот ориентир на это. Все сложно, если предположить, что вы себя как-то вот обесцениваете. себе не позволяете быть собой, извините за тавтологию. Вот. Так что, тут, ситуация, в какой-то степени, она вполне логична. А вот стороны конфликта, вашего внутреннего, нужно раскрыть. Нет гармонии в душе, радости в жизни. Ну, опять же, да, это, скорее, про то, о чем я говорил. Вечно серьезно. Ну, это связано с тем, что вы серьезно себя однёшь, что себя серьезно-серьезно воспринимать не лучшая идея. Вот. Как для, для человека лично, так и для окружающих это не, ну, ну, далеко не всегда на поле. Вот. Точнее, почти всегда это не на поле. Вот. И с этим тоже можно поработать, научить вас воспринимать себя неперывно за это. Ну, ну, научиться, научиться, в частности, смеяться над собой и так далее. То есть, опять же, вот, возможно, самирование, оно очень важное. Вот. То, что у вас этого нет, ну, нужно понимать, да, с чем связано. То, что у вас этого нет. То есть, вот, ну, нужно понимать, с чем это связано, что у вас этого нет. Вот. Вот. У этого есть причина. У этого есть достаточно четкая причина. Почему у вас этого нет. Ну, как правило, это, вот, опять же, то, что может причинить вам боль, да, вот, те, ну, те вещи, условно говоря, которые могут причинить вам боль, вот, а те моменты, которые могут причинить вам боль. То есть, человек не может к себе относиться. Человек не может относиться к себе. Да. Да. Несерьезно, если есть какие-то моменты, сейчас какие-то, да, какие-то моменты, которые могут человеку уже причинить боль. Вот. Вот. И... Нужно... 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 Что именно способно вам причинить боль. Понятно, да? То есть, вот, что именно вам способно причинить боль. И как, вот, ну конкретно, конкретно, вот, как конкретно, значит, вам вот может это причинить боль, причинить боль. Вот, это очень такая важная сторона. Это очень важный момент, на мой взгляд, опять же. По моему мнению это так. Ну, вот, соответственно, то, что можно вам сказать. Опять же, вы можете быть серьезны, да? По той причине, например, что вы можете искренне считать, что когда и если вы серьезны, то это может вам помочь. То может вам пойти, пойти на пуль. Ну, я думаю, что в какой-то степени вы уже догадались, вот, что никакой пульс здесь нет. Ну, может быть, вы продолжаете еще, вот, по инерции, скажем так. По инерции, да. Может быть, вы продолжаете относиться к тебе в серию. Ну, опять же, как бы, вы сами видите, что ничего хорошего из этого не получается, ничего корректного из этого не получается. Вы сами видите, вот. Другой вопрос, хочется ли вам измениться, вот, то есть, ну, хотите ли вы измениться, вот, в общем, на мой взгляд, важный вопрос, который, ну, который вам себе нужно задать. Вот. Дальше. Живу, по принципу, где он подошел и ладно. Ну, это, по факту, по факту, по факту. Это, это неуважение к себе. Это неуважение к своей жизни, к своей энергии, к своему времени. Вот. Почему вы не уважаете свое время? Ну, вопрос хороший. Почему вы относитесь к своему времени, к своим силам, к своим ресурсам? Вот. Так. С чем это фраза? Ну, это, то же, я думаю, можно разобрать. Да? Что? Что же? Что же? Можно, как-то, вот, поисклировать. Потому что, это валь. Но, то, что вы говорите, что тебе прошло, это неуважительное отношение к твоей жизни. Вот. Ну, может быть, может быть, может быть. Может быть. Я не прав. Насчет именно обесценивания. Может быть, я не прав. Но, как правило, ситуация, она вот такая. Да. Как правило. Не говорю, что надо именно, вот, ну, понимаешь, в случае. Да? Вот. Как правило, это так. Дальше идем. Хочется все изменить в позитивную сторону. Ну, опять же. Что такое позитивная сторона? Ну, большой вопрос. Вот. Что такое позитивная сторона? Да? Кто определяет, что такое позитив? Да. Ну, что есть позитив, а что не позитив. Вот. То есть, эээп. Позитив Для всех людей разных. Вот. И, как бы, для вас ВАЗ. То есть, для вас может быть позитивным. Может не быть позитивным для, там, другого человека например. что с этим делать не очень понятно. Поэтому на мой взгляд ориентироваться на позитив это далеко не лучшее решение именно ориентироваться на позитив, а гораздо лучше ориентироваться на себя не обращая особого внимания на какой-то вот заряд грубо говоря, то есть на то какой заряд позитивный или негативный, того что вам хочется, потому что удариться в оценку, удариться в оценку можно, что будет хорошего скорее всего ничего, ничего хорошего. Опять же, когда вы говорите, что хочется изменить все в позитивную сторону, а скажем так, не чувствуется уверенности в том, что вы этого хотите. Такое ощущение, что вы не уверены в том, что вам этого хочется, вот. Я могу быть не прав, я могу ошибаться, вот. Прошу меня простить заранее, если я не прав, но вот есть у меня такое ощущение, да, что вы не уверены. Есть такое ощущение, и сделать с этим, ну, с этим ощущением, да, сходим что-то, вот, и, ну, убирать его я не хочу, то есть, напротив, хотелось бы, чтобы вы, может быть, сами, да, задали себе вопрос, да, а почему у меня появилось такое чувство, что, вот, что, ну, что вы не уверены в этом, почему у меня появилось такое ощущение, что, может быть, вам не очень хочется, а, меня, или вы не уверены в этом, вот, или вы, там, не знаю, боитесь, боитесь чего-то, вот, или спросите, вот, мне хочется, да, например, там, в силе прикладывать, для того, чтобы, ну, меняться, да, не хочется, вот, или хочется, но сказать, что бы очень все, очень все, вот, поэтому, вот, тут, вот, я надеюсь только на то, что, вы как-то вот все-таки прислушайтесь к себе и обратите внимание именно, именно на свои желания, да, на то, чего вам, опять же, хотелось бы, вот, на то, куда сами вы хотите идти, в каком направлении, вот, и дальше уже, дальше уже можно будет о чём-то говорить, вот. А, пока же, пока же, вот, примерно, такой, ответ можно вам дать, здесь, дальше, при этом у меня ребёнка, а работа, которой не нравится, живые с мужчиной, ну прям любви к нему, так что правильно, не ощущаю, у вас за плечами есть неудачные отношения, вот, которые, вероятно, вас тяготят, которые, вероятно, повлияли на вас не лучшим образом. Вот. И, на мой взгляд, в этом направлении вы тоже можете поработать, да, то есть, грубо говоря, поисследовать, почему, ну, почему ваше отношение с мужчинами, например, ну, например, с мужчинами складывается вот таким образом, не совсем хорошим, вот, и что можно, опять же, с этим сделать, можно ли, хочется ли вам, да, хотите ли вы это, хотите ли вы что-то, что-то делать. Вот это всё можно поисследовать. Очень важно, конечно, то, как вы, вот, позиционируете себя, то есть, как вы позиционируете себя как женщину, вот, как мужчины видят вас, какую женщину, точнее, видят вас мужчины, вот, это тоже очень такой, ну, важный достаточно момент, вот, без которого тоже будет довольно сложно вам как-то вот двигаться вперёд, двигаться вперёд, вот. Опять же, для чего вы сейчас с мужчиной, это тоже очень важный момент, чтобы что, да. Важно, вот, собственно, понимать, не идеализируйте ли вы любой, потому что у меня вот на какой-то момент появилось ощущение, что вы ее идеализируете. Вот, мне бы не хотелось, чтобы так было, вот. Любовь, она сама по себе, совершенно, не обязательно, такая вот, одухотворённая, как бы ее называют. Вот, любовь, она может не быть одухотворённой. Любовь, она может быть вполне себе спокойной, вот. Любовь может быть вполне себе, как бы взрослой, скажем так. Любовь может быть взрослой. Вот. Любовь может быть такой вот, ну, мощной, да, страшной и так далее. То есть, любовь, она, в принципе, разная. И, наверное, вот, худшее, что вы можете сделать, да, это, как-то, как-то вот, ну, думать, 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 что бывает какая-то определённая любовь, какая-то определённая, определённая любовь. Нет, определённая любовь, не бывает. Любовь, она у всех, разная, она для всех разная. Любовь-любовь-любовь. Вот. Поэтому тут, совершенно не обязательно, чтобы она была одухотворённой. Вот. Если вы вынуждаете, там, вдохотворённую любовь, это уже, да, вопрос вам. Вот. Ну, вот, в принципе, наверное, наверное, какой-то такой ответ я мог бы вам дать на ваш вопрос. Вот. Смотреть ли вам это сделать, скорее всего, не получится. Ну, вот, вы бы сделали это. Дело в том, что человек, он мыслит, вот, во таких привычных для себя, к сожалению, мыслых, привычных для себя категориях, вот. И, из-за этого, самостоятельно сделать, самостоятельно, вот это сделать не получится. Вот. Такая вот история. Так что, выбирайте себе специалиста и начинайте работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего лучшего, я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Удачи. Удачи. Продолжение следует...